В галерее Аурум показали, в чем разница между быть и казаться. Новый художественный проект в галерее – совместная выставка одесского коллажиста Андрея Туза и французского фотографа Джильдаса Бенеата. Работы видела Юлия Федорова. Одессит Андрей Туз занимается коллажами уже пять лет. Он говорит, это особенная техника, которая позволяет придать единый художественный смысл разрозненным деталям. За это ее и ценят. Возможность из мелких деталей собрать нечто цельное. Из тех даже деталей, которые, может быть, сами по себе не имеют никакого значения, никакого смысла и неинтересны. А уже собирая эту в единую композицию, в единую работу и достигая результата собранности – это такой некий путь для творческого развития, для психологического развития, просто для человеческого роста. Фрагменты событий, обрывки разговоров, цветные вспышки, странные детали и здоровый сумбур. Это объединяет работы двух совершенно разных людей – одессита Андрея Туза и его друга, французского фотографа Джильда Сабиниата. Француз со своей стороны, француз-фотограф, он показывает какой-то необычный взгляд на то окружение, которое происходит вокруг него. И у него чувство фотографии именно творческое. То есть какие-то каноны профессиональной фотографии практически не наблюдаются. Все, что делает человек – это либо быть, либо казаться. Организаторы выставки говорят, всякое творчество – есть результат понимания различий между этими двумя состояниями. Для Андрея Туза и Джильда Сабиниата «быть» означает уметь останавливаться, делать себе подарки и наслаждаться жизнью. Иногда дни улетают такие, как будто их кто-то съел, съел, съел. А тут получается, если мы, каждый, будем развивать в себе творчество или делать себе какие-либо подарки, вот, допустим, произведение искусства, сапог от гальяно, то есть даже примерить такой сапог, все этот день уже у тебя не забудется, что ты носил гальяно, произведение искусства. Это момент остановки времени. Мы должны время любить и преклоняться перед ним. Мы должны его, как бы, умолять остановиться. Авторы проекта «Быть или казаться» считают, что смысл искусства – интимный вопрос. Поэтому объяснять значения этих работ зрителям не будут. Попробовать расшифровать их самостоятельно в галерее «Аурум» можно будет до самого конца марта.